И так, всем доброго времени суток Тысячу лет вы уже, наверное, не слышали мой голос И сегодня будет видео, посвящённое такой теме, как арабская парфюмерия Масляная парфюмерия Перед вами упаковочка духов, которую я заказала Духи называются Султан Такая вот упаковочка очень красивая Вообще, если честно, как выполнена сама упаковка мне очень понравилась И совершенно не стыдно подарить вот такое чудо кому-нибудь из своих подружек Тем более, что арабская парфюмерия, в принципе, за таким редким исключением стоит довольно бюджетно Так, и вот уже разносится запах по комнате, в которой я сейчас снимаю видео Прекрасный запах Такой колпачок с красным очень красивым камешком, конечно же, он не натуральный Сама бутылочка выполнена в виде, если бы здесь было как сушение книзу, то было бы как камфора Какой-то кубок Очень красивый Сам аромат очень нежный, легкий И, конечно же, если его наносить достаточно в небольшом количестве Потому что, чем знаменитые вообще арабские духи, масляные духи, именно своей концентрированностью То есть, вот этого флакончика мне хватит на огромное количество лет Кстати, срок годности у них 5 лет, у этих духов И самое интересное, что, как только вы наносите их себе на кожу, они сначала пахнут довольно сильно А потом раскрываются и дают очень красивый шлейф После того, как я познакомилась с этими духами Я, конечно, не буду сейчас кривить душой и говорить, что пользуйтесь только масляными духами Никакими больше Да, действительно, они очень стойкие Да, действительно, запахи очень интересные Но все же я остаюсь также приверенцем и европейских запахов обычных для нашего носа, скажем так И с этими духами у меня любовь, к сожалению, не сложилась И вот почему В состав этих духов входит какая-то такая нота Я, если честно, еще до сих пор не могу выяснить, что это за нотка такая На моей коже она пахнет На моей коже запах раскрывается очень интересно только в начале И потом остается такая удухливая, очень крикливая, назойливая вплоть до главной боли нота Причем эта нота возникает только на моей коже Поскольку я уже заметила, что запах, вот этот запах духов Султана очень похож на запах аромата Ваберлик Кокетка И консультант, моя знакомая этой компании Ваберлик дала мне попробовать пробничек этих духов Кокетка Я нанесла их на себя и поняла, что в этих духах присутствует именно вот эта нота навязчивая Которую я так терпеть не могу, будто именно в Султане И самое интересное, что никак не могу выяснить, что это за нотка такая Поскольку Фаберлик больше не рассказывает о том, какие ноты присутствуют в ароматах И в Султане я так и не обнаружила, что же конкретно придется опытным путем выяснять Что же такая за нотка назойливая, которая мне вызывает головную боль Эти духи я подарю И подарю в самое ближайшее время после того, как сниму видео для вас Поскольку на своей коже выносить я эти духи не могу Хотя запах из баночки, ну просто невероятный какой-то и клубники, и персика И немножко там, мне кажется, жасмин есть Такой очень приятный тонкий аромат Не сшибает нос, как бы так сказать А именно такой ей дает легкий-легкий шлейф Подойдет прекрасно на лето или в офис То есть он такой очень ненавязчивый И я согласна с теми восторженными отцевыми девочек в интернете, которые о нем пишут Но, к сожалению, он не сел на меня Вот, по этой причине Для того, что оказывается с арабскими духами не все так просто Я заказала себе пять бровников Причем я так поняла, что... Ой, выпала бумажка Я так поняла, что не важно, мужской аромат, женский аромат Можно использовать любой И первый бродничек, который я вам покажу Это ночные сны Вот этот аромат просто бомба какая-то Если вы видите, здесь налит всего лишь один миллилитр А я использую эти духи уже два месяца Представляете, какая экономия Просто я до сих пор в шоке Потому что достаточно буквально маленькой-маленькой капельки Чтобы запах был уже довольно ощутим И сильный шлейф оставался после вас То есть я как-то зашла после работы в магазин Покупала что-то, то ли носочки, сыну, что-то такое по мелочи И две продавщицы болтали около киоска И одна другу спрашивает Слушай, чем это так пахнет? И обратив внимание на то, что я выбираю носочки Они стали принюхиваться ко мне И вскоре одна девушка ненавязчиво так прошла у меня И спросила, а что это такое, чем вы пахнете? Очень необычный запах И вот я искала, что это ночные сны Запах очень такой специфический Действительно эротический На него внимание обращают очень сильно Особенно мужчины, это правда И делают комплименты на него, да Плюс этот аромат, я считаю, что он осенне-зимний Хотя для меня нет такого подразделения Но он немножечко тяжеловат Я использую его только в пасмурную погоду Когда мне хочется такого уюта вокруг себя Он очень теплый, обволакивающий Сидит близко к коже И безумно шлейфовый То есть попробуйте Чем-то Такие ароматы Тяжелые напоминают Диоровские Может быть Даже Не буду, конечно, врать Но На каждой коже Раскрывается по-своему Поэтому попробуйте Действительно Тоже Хвалебные отзывы О нем в интернете бродят И совершенно не зря Поскольку Действительно Меня несколько раз Останавливали И спрашивали Чем я пахну Второй аромат Называется Сахар Наверное Ну я его назвал сахар Сахар Он и в Африке Сахар То есть пахнет Довольно сладенько Такая Озорная Я бы сказала Шлейфовая Опять-таки Держится очень долго И она такая Болеведняя Если вы видите Я вовсю пользуюсь ей Сейчас На Такую погоду На солнышко Тоже очень классно Спрашивают Что это такое Сахар Вот этот аромат Рахип Он мужской Пахнет если честно Как обычный Десторант Для мужчин То есть ничего такого В нем я не обнаружила И в принципе Там С ума сходить по нему Я не стала В принципе Даже как и мой муж Который Периодически им пользуется Ну чисто так Для галочки Запах такой Серьезного Такого Мужчины Влиятельного Я бы сказала Такой Не для мальчика То есть Уже Мужчина Должен быть В пяти сорока лет Ну и старше То есть Для мальчишки Этот запах Я думаю Не пойдет Слишком уж он Обязывает Слишком Сексуальный Что ли Следующие духи Я не знаю Я не знаю Как это читается Кашка Да Для меня это Какашка Но К сожалению Извините Конечно За такое сравнение Если кто-то любит Этот запах Я вообще Никак не могу С этим запахом Смириться Вот для меня Это дихлофос Откровенно говоря Просто Отвратительный запах И Когда я пыталась На себя Надевать Почему-то Окружающие Люди Которые Привыкли К нашим Европейским ароматам Говорят Боже мой Иди смой себя Как ты можешь это носить То есть Тут я не угадала И Кашка Реально оказалась Какашкой Вот Какое ужасное слово Я несколько раз повторила Но Тем не менее Запах очень Резкий Он Мужской И Такое Там есть какие-то ноты Которые как будто Друг другу Противоречат Очень сложный запах Интересный Конечно Но Наш нос Его не выносит То есть Такое Либо его нужно Прямо Минимум Чтобы Он так Не шибал в нос А Честно говоря Я не знаю Как его измерить Этот запах Пока Лежит Вот Видно Что я им практически Не пользовалась Потому что Это просто невозможно И последний аромат От которого Просто я А Я сама схожу Это Инзиам М И это Мужской аромат И Я его ношу Потому что В нем есть Безумные ноты Ладана Безумные ноты Мускуса Какого-то И Жасмина На женской коже Это раскрывается Как-то просто Ошеломительно Именно Нет вот этого Мужественного Аромата Остается на моей коже Именно вот этот Запах Немножко Ладана И Жасмин Который так идет Моей коже Просто Ах Ах Есть подобный аромат У Томфорд Тоже С Ладаном Тоже Я знаю Что многие восторгли От него И я Не исключение Ладан Это наше все Но Во всяком случае Этот аромат Не легкий Нет Он именно такой Вот Довольно густой Шлейфовый Вечерний Я бы сказала Днем с ним не побегаешь И он Очень обязывает То есть Одежда Должна быть Безупречной Как и макияж Как и прическа В принципе Вот Рассказала вам О своих покупочках Рекомендую вам Все-таки Заранее заказывать Именно пробники Поскольку Я совершила Ошибку Когда купила Полный флакон Кто же знал Что Такой Прекрасный аромат Мне так ужасно Сядет Вот На этой Полупечальной Ноте Но все-таки Закончим Я на позитиве Потому что Вот эти вот Три аромата Оставили меня В принципе В восторге Сахар Nightwreams Сахар Наверное Nightwreams И Enzyme M Внизу Оставлю названия Да Этих Водичек Как их там обзывают Чтобы вам было удобнее ориентироваться Если что-то вас заинтересовало Ну Вот Собственно говоря И все На этом Я с вами прощаюсь До скорых встреч Извините С такой Долгое отсутствие Все-таки Молодая мама Да еще и Будущий водитель Это конечно Я терпнусь Ну А теперь Спокойной ночи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok